Эффект вот этих вот всех процедур вот на себе в жизни испытал, ну колоссальный. Инвалид с детства, ныне председатель Московского областного общества инвалидов Николай Зеликов, под впечатлением от Видновского центра экзопротезирования. Говорит, такое современное оборудование видел только в узкопрофильных федеральных санаториях. Узнали здесь много нового, интересного. Мы обменялись теми вот знаниями, которые у нас в принципе есть в этом году. Всероссийского общества инвалидов 35 лет, поэтому у нас тоже бывают различные там круглые столы, совещания вот связаны с вопросом реабилитации, поэтому тоже есть определенный опыт, но то, что сделано и делается здесь в Ленинском районе, здесь очень так, ну дорогого стоит, поэтому впечатляет. И это при том, что Видновский центр экзопротезирования еще набирает обороты. Пока через медицинское учреждение прошло 10 пациентов с ампутационными культями. Физиопроцедуры, кабинет лечебной физкультуры, психологическая поддержка. В общем, полный спектр сопроводительной реабилитации. Пациент часто после той же ампутации сталкивается с тем, что он не знает, куда обратиться, как дальше ему действовать. Мы даем ему эту схему, мы наблюдаем его, мы его обследуем полностью и непосредственно сами связываемся с этими службами, которые взаимодействуют и помогают в этом экзопротезировании. А мы параллельно смотрим за состоянием пациента, как он будет переносить все это и вообще выдержит ли он экзопротезирование. 41-летний Дмитрий Щеголев в реабилитационном центре с ноября прошлого года попал сюда в результате ранения во время выполнения боевого задания. Здесь ему прооперировали ногу, поставили протез и помогли встать на ноги. Ну и сейчас как бы идет очередной этап реабилитации, это освоение двигательной функции и перемещение, как бы восстановление мобильности. Уже есть определенные успехи, навыки. Допустим, с одной тростью я уже могу ходить. Впереди меня еще ждет такие вещи, как пандус, лестница. Ну и резкое изменение направления движения. И потом уже поеду домой. В будущем центр планирует принимать пациентов со всей страны. Не только военнослужащих СВО, а всех, кто нуждается в протезировании и реабилитации. Главный врач ВРКБ и представители общества инвалидов договорились о сотрудничестве. Мы очень благодарны руководству нашей клинической больницы, которую возглавляет Бутай Гайдарович, за нашу многолетнюю тесную работу, плодотворную. И вот за его неравнодушие, внимание и решение наших проблем. На сотрудниках центра лежит большая ответственность, ведь он первый и пока единственный в стране. Но врачи уверены, они справятся с любым количеством пациентов. Юлия Пагасьян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно ТВ.